Подвиг фундаментален по сути своей. Он импульс личного света, который не просто прогоняет тьму, но структурирует хаос вокруг себя. Хаос – всегда война. Подвиг – противостояние хаосу, а значит он опора, монолит, камень. Каждый принес свой камень, свой личный подвиг. Тот, кто шел на таран, кто поднимался в атаку, кто варил сталь, сел хлеб, кто ждал и кто пытался жить дальше после похоронки на любимого. Каждый принес свой камень и сложилась стена. Воспоминания о множестве таких личных подвигов и личных историй живут в военных артефактах. 30 лет назад их начал просто так, для души, собирать житель села Новикова Староскольского округа Николай Монаков. Первыми экспонатами стали фляжка, сумка для патронов и военный билет, найденный на чердаке у деда. На сегодняшний день эта частная коллекция считается одной из самых крупных в Белгородской области. Сюда не водят экскурсии, но съемочная группа «Мира Белогория» в День Победы заглянула в домашний музей Николая Монакова ради особенного экспоната. Пожелтевший треугольник фронтового письма появился здесь совсем недавно. И, как знать, может быть ему суждено все же найти своего адресата. Если вам что-нибудь известно о нем, позвоните в службу новостей «Мира Белогория». Здравствуйте, многоуважаемый друг Иван. Ваня, извиняюсь, что долго молчал, но я теперь нахожусь в другой части. Это письмо фронтовому другу было написано в мае 44-го, но так и не дошло по адресу. Солдатский треугольник идеально сохранился. На нем даже отчетливо видна печать, одобрена цензурой. Собиратель таких артефактов Николай Монаков мечтает нынче, спустя 73 года, все же вручить эту весточку, если уж не самому адресату, то хотя бы его потомкам. Если найдутся родственники... Конечно, я подарил бы. Герасимов. Курская область, Новооскольский район, село Беломестное, Герасимов и... Иван. Здесь не указано ни улица, ни дом, но шанс найти ветерана Великой Отечественной войны Герасимова Ивана все же есть. Как дорога такая память Николай Иванович знает по себе. 30 лет назад его коллекция началась, казалось бы, с обычного военного билета. Это девушки. В Трофине. Находился в плену в Германии. Да, город там. Я не думал, что музей там сначала, ну, просто для себя. Ну, интересно. Нравится мне. Что-то находить, что-то новое. Вообще, когда ты что-то новое находишь, уже интересно. Можно полночи просидеть, там чистить все, там такое. Сегодня в его коллекции десятки сотен экспонатов. Фляжки, саперные лопатки, разорвавшиеся снаряды. За каждым своя история, свой маленький кусочек войны. Но 9 мая особое, почетное место в домашней экспозиции занимает вот этот военный граммофон. Он датирован 39-м годом. Его особо берегли во время войны. Веря, что все же наступит день, когда из него зазвучат военные песни победы. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Новости Миробелогорья.